На часах 13.05 в эфире особое мнение в студии Дарьи Допузливой и мой гостью, директор института бизнеса, исполнительный директор общественной организации Лига предпринимателей Кировской области, деловая вятка Лев Шварцблат. Лев Давидович, здравствуйте. Добрый день. Нас можно слышать на частоте 101.0, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте eho.kirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вы также еще можете успеть задать вопросы через форму анонсов на сайте eho.kirova.ru. А мы начнем с новости, наверное, несколько фантастической, по крайней мере, она размещена везде в рубриках «Наука, техника». Власти США заявили о готовности выдать роботу водительские права. Лев Давидович, у нас запахло научно-технической революцией новой. А чем вообще может сулить такая вот несколько новость, похожая на фильмы «Фантастик»? Совершенно верно. Меня вообще удивляет такая какая-то слабая реакция на эту новость. Вообще вот то, что разрабатываются грузовики, значит, там, икв автомобили, в которых робот отвечает за вождение, достаточно давно. Но было очень много юридических препятствий, потому что понятно, что у такого механизма нет лицензии, соответственно, без водительских прав такой автомобиль не может ездить. Я все ждал того момента, когда же вот кто-то рискнет выдать права, когда это случится. И, собственно говоря, когда это произошло, это означает, что фактически мы теперь живем в другой реальности, в другом мире. Каким последствиям это приведет? Вот, наверное, это можно сравнить с тем, что было в 19 веке, когда перешли от такого ручного труда к промышленному, появились первые паровые автомобили, и тогда очень большое количество людей высвободилось, то есть их труд стал не нужен. Теперь вот, если мы с вами посмотрим из окна, мы видим гигантское количество автомобилей, грузовых, легковых. В каждом автомобиле сидит какой-то человек, многие из которых работают, это является их работой. Теперь представьте, что в перспективе, причем не какой-то отдаленно, там, через сто лет и так далее, а вот как мобильные телефоны. Когда появился первый мобильный телефон, сколько там, прошло, ну, там, в пределах пяти лет, и они стали у всех. Теперь они у всех уже, да. То же самое здесь, то есть вот как только появится первый робот, и все увидят преимущество, ну, в течение трех-пяти лет, значит, такая профессия, как водитель, она, ну, процентов-то 90 отомрет. То есть все эти люди, которые сейчас работают водителями, они в обозримой перспективе останутся без работы. Ну, то есть вы даете 3-5 лет вот этой инициативе, которая пересечет Атлантику, придет в Европу, в Россию, и вот через 3-5 лет роботы начнут вытеснять жидких водителей. Да, потому что сейчас ведь все изменения, как бы, чем дальше, тем быстрее они происходят, да, вот компьютеры. Первый компьютер появился, вот я на нем работал еще, когда учился в университете, это было в середине 80-х. И до современных, но потом, значит, один компьютер, 286, 386 и так далее. Сейчас уже планшет делает больше, чем, ну, большой компьютер тех времен. И они, вот, частота их, как бы, ускорения, она ведь сейчас, ну, так сказать, там, в течение года может несколько, наверное, выйти. То же самое здесь произойдет. То есть буквально вот там появится первый, второй, третий, все, там 3-5 лет, и все, и мы вот уже, собственно, в этом мире будем жить. Ну, а расценивать нам это сейчас, как с точки зрения бизнеса и блага, то есть меньше ошибок, меньше аварий, или с точки зрения обычных людей, кто останется без работы? Ну, вот, конечно, у разных людей будет разная оценка, да, как, когда появлялись паровые двигатели, было движение, и, значит, их, как бы, ломали, потому что люди оставались без работы, их это пугало, и, значит, было целое движение людей, которые разрушали паровые двигатели. Ну, понятно, что прогресс не остановить, и сколько бы ты его не разрушал, все равно он придет, это неизбежность, да, это как вот ураган или цунами идет, можно сколько угодно протестовать, ему все равно, да, цунами как бы нахлынет, и лучше спасаться бегством, да, чем там стоять и видеть, что это неправильно, или вот зря, значит, ты сюда движешься. Этот процесс, который от нас не зависит. С точки зрения, там, бизнеса, удобства, безопасности жизни людей, конечно, это благо. Потому что, да, ну, скорее всего, такой автомобиль будет ездить медленнее, но ему не надо останавливаться, там, на ночлег, на прием пищи и так далее, и так далее. То есть он встал и поехал. В итоге приедет быстрее. И приедет быстрее, да. Вот, с этой точки зрения, он не будет уставать, он не будет, там, засыпать, болеть, там, значит, и так далее, значит, он не может потерять сознание, то есть он едет, едет, себе, значит, грузы и люди, если он перевозит людей, они находятся в безопасности. С точки зрения людей, для которых это работа, конечно, это трагедия. То есть человек там, сколько-то работал, да, и вдруг он, все, вот, то, чем он занимался, никому не нужно. Ему говорят, спасибо, вот теперь робот, он сейчас меняет. И что делать этим людям? Возникает вопрос, и у них возникает вопрос, и у общества возникает вопрос, а что делать с этими людьми? Ну, куда-то надо пристроить. Ну, часть людей, наверное, будут обслуживать какое-то программное обеспечение, потому что все равно, наверное... Ну, их квалификация, да, их надо переучить, подготовить. Ну, да, это будут, конечно, уже другие люди, то есть те, которые ездили за рулем. Вот, поэтому, ну, это же только как бы один из примеров, я думаю, что такая лавинообразная система, да. То же самое ведь уже, значит, вот в этой же перспективе, я думаю, что исчезнут продавцы. Потому что вот эта технология, когда налепляют чип, да, вы кладете в корзинку, едете мимо кассы, робот посчитал, вы приложили карту, деньги списали, продавец не нужен. Ну, то есть, ну, это если нет налички, а если наличные средства? Ну, уже сейчас, даже в нашей стране, банки фиксируют, что и количество карт, ну, практически у всех есть. И если раньше действительно люди, значит, использовали карту только для того, чтобы снять деньги, то сейчас все, как бы, поняли преимущество, что надо с мелочью и так далее, действительно удобнее, плюс экономия возникает. Ну, то есть, там, может быть, останется одна касса для денег, и там 99, где нет денег. Соответственно, 99 продавцов уволят, одного остается. То есть, количество людей все равно сократится. Значит, это количество людей опять останется без работы. И это, в общем, вот, как бы ситуация такая, очень сложная. Тогда перейдем к теме не именно сегодняшнего, а нынешнего года. Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев считает, что инфляция по итогам 2016 года составит 7-7,5%. Что касается Кировской области, то в январе инфляция у нас уже зафиксирована была 0,8%. Вот насколько реален прогноз Улюкаева, учитывая, что до этого кто-то приводил, ну, ряд экспертов приводили цифры там до 20%, Минфин ранее сам заявлял о 12%. То есть, вот эта цифра, какая все-таки из них более реальна? Ну, вот смотрите, значит, вот эта цифра, о которой мы говорим, она просто разная для разных товаров. Да, вот, например, в правительстве общественного транспорта, да, было 19 рублей, стало 20 рублей. То есть, вот здесь инфляция какая-то, ну, не 7%, а гораздо меньше, да. Если мы посмотрим на какие-то продукты, да, вот, например, кто-то обратил внимание, что вот там сок, который стоил 60 рублей, сейчас он стоит 134. То есть, тут инфляция может 100% составлять. Да, если мы возьмем коммунальные расходы, они пока не вырастут, но с 1 июля они там на 4-6-7% подорожают. Если брать хлеб, он практически в цене не меняется, потому что за этим жестко наблюдают, и там, и конкуренция высокая, поэтому там как-то... Хоть что-то стабильное. Да, хоть что-то стабильное. Поэтому по разным видам товаров, как бы, разброс вот этой инфляции очень разный. Поэтому то, о чем говорит Уликаев, ну, да, если взять какие-то товары, можно 7% получить, другие товары 15%, 3%, то есть, на самом деле, можно получить любую инфляцию, в зависимости от того, какой, как бы, набор товаров вы возьмете. Тут гораздо важнее, не тот официальный курс, который нам скажут, вот у нас в стране такая. Мы-то с вами не по официальному курсу живем, да, мы идем в магазин, есть какой-то набор продуктов, которые мы покупаем. Если мы понимаем, что раньше мы платили 300 рублей, а сейчас мы платим 400, или 500, то есть, вот наша с вами инфляция, она там 30-40%. То есть, мы эту реальную инфляцию знаем, да, то есть, есть, ну, некая вот абстрактная величина, которую называют... А если вот, да, говорить вот об этих величинах, то есть, если раньше я знала, что я иду и на ужин, на двоих человек, мне обходится в 300 рублей, сейчас у меня обходится в 500 рублей, мне в конце 16-го года вот в этих суммах, вот в обычных, земских суммах, что же, да? Ну, я думаю, что уже очень сильно все выросло, процентов, ну, на 30-40, и подорожает, конечно, но я думаю, что в пределах процентов, наверное, 10. Вот то, что касается, ну, такого повседневного, ну, если каких-то не будет уже, там, ну, серьезных, там, катаклизмов, вот, а так вот, если, вот, сохранится тенденция, которая существует сейчас, я думаю, что в пределах 10-15% вот этот рост цен, ползучий такой, малозаметный, ну, он как, он малозаметный, когда, вот, значит, начинаешь, вот, как бы, фиксировать указы, да, он уже не такой малозаметный, вот, такая инфляция в пределах 10-15%. А еще немного о Буликаеве, то есть в этом же докладе он заявил о том, что российской экономике нужны реформы, считает, что без преобразования в ближайшие годы у нас темпы роста будут занижаться, 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 это... Совершенно верно, это, собственно, это и происходило, у нас, ну, фактически каких-то таких серьезных реформ не было, и весь наш рост обеспечивался высокой ценой на нефть, То есть эта высокая цена размазывалась по экономике, она, как бы, закрывала все грехи, она позволяла платить зарплату несоответствующей производительности труда, за счет этого увеличивать потребление, это стимулировало рост. Вот сейчас, значит, есть уже, ну, собственно, оно давно было, понимали, что... А где мы пропустили вот эту точку, когда надо было уже сказать так, нужно завязывать с этим и начинать двигаться в другом направлении? В 91-м году, так, в 96-м, вот когда была приватизация, да, то ведь, ну, приватизировали далеко не все, да, не все секторы, очень много осталось секторов монополистических. И у нас, значит, вот есть такой показатель, ну, вот есть малый бизнес, да, вот кафе, рестораны и так далее, куда мы ходим и с чем пользуемся? Это малый бизнес, там высокая конкуренция. Если мы идем в магазин, и нам там что-то не нравится, мы всегда можем пойти в другой магазин, там, может быть, или цены ниже, или качество обслуживания, то есть мы можем себе найти. Если мы говорим, например, там, про газ или про воду, да, вот у нас есть вода, и мы не можем поменять поставщика воды, нравится, не нравится, мы не можем ничего с этим делать. Ну, можем покупать домой, например, воду, но... Из-за страны нам все равно будут из вятки бежать. И вот, к сожалению, таких компаний монополистических у нас в стране очень много. То есть в развитых экономиках вклад малого бизнеса в ВВП страны, ну, не меньше 50%. У нас 15-20%. То есть у нас 80% экономики – это монополии, а монополии живут вне рынка. У них, значит, они будут повышать тарифы, они будут обосновывать, у них всегда будет инфляция, у них никогда не будет конкуренции. И, соответственно, вот то, о чем говорит Уликаев, это фактически говорит о том, что нам нужно демонополизировать экономику. А это ведь означает, ну, вот те предложения совершенно правильные, которые, значит, там, про продажу части Роснефти и так далее. Но я считаю, что, например, и Сбербанк, то есть вот в Америке же, значит, вот этот закон, как бы мы их не ругали, но закон о том, что если вы превышаете определенную долю, вот, например, General Electric, когда они на рынке предоставления услуг превысили, их что? Их законодательно, вернее, судебно разделили на две части и продали. То есть вот Сбербанк, я бы тоже разделил, вот сколько у них есть, значит, больших этих подразделений, разделил бы, сделал их независимыми и продал всем желающим. Потому что иначе это монополизм, который, конечно, очень, ну, как бы неправильно влияет на экономику. Ну, раз уж мы тогда заговорили о малом бизнесе, в Кировской области остановился завод, принадлежащий гражданину Турции, учредителя депортировали в конце прошлого года за нарушение миграционного законодательства. Предприятие сейчас стоит, ну, справедливости ради стоит отметить, что вроде бы как находится там инвестор на это предприятие, но тем не менее. Второй момент. Предприниматель из Ешкарлы построил в Кировской области дерево перерабатывающий цех, однако суд признал незаконным предоставление бизнесмену земельного участка. Насколько я понимаю, там были какие-то грехи со стороны администрации местной, то есть прокуратура доказала, что это земли сельхозназначения, использовать их можно только для сельскохозяйственных нужд. Вот истории вроде бы разные, но, по-моему, на мой взгляд, по крайней мере, они иллюстрируют некое наплевательское отношение к малому бизнесу со стороны власти, на местах в том числе. То есть это же люди, это же работа. Да. Тут, знаете, не то, что наплевательское отношение, у нас, к сожалению, такой принцип существует. Вот. Если ты предприниматель, и ты ошибся, ты за это платишь, да, лично из своего кармана. Например, ты не подал декларацию вовремя, или ты там нарушил какой-то закон, тебе пришли, нашли нарушение, и ты платишь, платишь из собственного кармана. Если нарушение совершил представитель государства, то, по сути, никто никакой ответственности, тем более финансовой, не несет. Ну, то есть вот кто-то предоставил земельный участок. То есть человек действовал по закону, он обратился, ему предоставили, он получил разрешение, построил. В прошлом году имени выясняется, что там земля не того назначения. Он ли в этом виноват? Ну, скорее всего, нет. Не знаю там подробностей. Получается, что действительно какой-то конкретный человек, да. Теперь, если этот предприниматель обратится в суд, выиграет, то кто будут платить? Бюджет. То есть мы с вами, налогоплательщики, будем оплачивать... По сути, мы будем расплачиваться за ошибки одного-двух чиновников. Да, которые никакой ответственности не понесут, даже нет механизма с ним взыскать чего-то, за то, что они там неправильно действовали, нарушали инструкции и так далее, и так далее. Вот этот принцип, он общий. Предприниматель и любой гражданин за свои ошибки платит сам, чиновник, значит, за его ошибки никто не платит. Или платит государство, то есть опять же мы. Фактически из налогов, то есть откуда? От нас. То есть мы все время платим за все, и за свои ошибки, и за их ошибки. Конечно, этот принцип совершенно неправильный, и даже если там какие-то были земли сельхозназначения, мы же понимаем, что у нас этих земель много, и вряд ли постройка этого завода нанесла вред продуктовой безопасности России. То есть, наверное, надо было какой-то другой выход найти из этой ситуации. Тогда немного вернемся еще к предыдущей теме. В январе 2016 года кредитный портфель ВТБ-24 вырос на 300 миллионов рублей, и тогда, как обычно в начале года, он сокращается. И аналогичная картина, по словам главы банка Михаила Задорнова, она, ну и в других банках аналогичная картина, собственно, он объясняет это возможной сменной модели поведения граждан, то есть кредитование вместо экономии. Вообще, чем можно объяснить такое поведение? Это нежелание видеть проблему, нежелание снижать доходы, которые, расходы. То есть, вроде бы мы неплохо жили последние года, и то есть не хотят люди ужиматься или что? Нет, мне кажется, что тут, ну, во-первых, вот эта сумма 300 миллионов, она, в общем, в портфеле очень маленькая, да, это там, если бы на миллиарды рублей выросло, то есть... Ну да, возможно, это вообще не показатель. Да, то есть, скорее всего, поскольку, ну, опять, как раз к концу года произошел резкий курс валюты, доллара и евро, понятно, что товары, там, компьютеры и так далее, они дорожают, но, как бы, не мгновенно, то есть, существует некоторый лаг, да, то есть, у нас есть товары, закупленные по старым ценам, мы их распродаем, потом новая закупка, и там уже цена возрастает. Ну и, соответственно, вот те люди, которые планировали, может быть, в течение 16-го, 17-го годов что-то обновить, понимая это, они поняли, что им выгоднее взять кредит, и даже с процентами это, получается, дешевле, чем новая цена, которая будет, там, ну, на 50-60-70 процентов, то есть, ну, банковский кредит, там, да, 15 процентов годовых. То есть, мы покупаем сейчас, переплачиваем 15 процентов, а если приходим с ледяного года, цена на 50 процентов дороже, то есть, мы, как бы, 35 процентов сзади выигрываем. И вот те люди, которые планировали сделать покупки, которые, в общем, разбираются в финансах, они просто посчитали, что им выгоднее взять кредит сейчас и купить, чем, значит, накопить, а к тому моменту цена вырастет, и ты заплатишь дороже. Поэтому вот эта, как бы, сумма, она, мне кажется, объясняется именно тем, что вот те люди, которые умеют считать, у которых зарплата позволяет взять кредит, они этой ситуацией воспользовались. Ага, а как быть с теми, кто, ну, то есть, вот этот ажиотаж в магазинах бытовой техники, когда люди все равно... А его не было в этом году. Еще не было. В этом году его удалось, скажи? Он был, да, он был, вот, предыдущий год, когда еще действительно были какие-то деньги, потом, ну, собственно, люди практически все потратили, потом вот эта вот незаметная инфляция, о которой мы с вами говорим, то есть, она все сбережения там подъела, и плюс, ведь, ну, как бы, зарплата не росла, а цены росли, то есть, реальные располагаемые доходы, они уменьшились. Соответственно, ничего уже скопить не удалось, и поэтому, ну, никого же даже не было. Да, вот, поэтому совершенно, как бы, с людьми у банки и магазины отметили, что этот небольшой рост, но они отмечают, что он меньше, чем позапрошлом году, в прошлом году был, да, и вот эта волна, она была именно кредитная. То есть, уже, по сути, накоплений не осталось, и за счет кредитов вот этот был спрос вызван. Перейдем тогда к городским темам. На Кировском машинзаводе 1 мая складывается сложная ситуация. СМИ со ссылкой на рабочих сообщают, что заказов у предприятия нет, зарплату пока выплачивают, но делают это с задержками, там, до месяца. Внешний управляющий сейчас проводит инвентаризацию имущества завода. К августу он должен будет какой-то отчет предоставить. Судьбу завода планируют обсуждать на уровне правительства. Какие меры сейчас стоит предпринять кировским чиновникам, чтобы спасти завод, и реально ли это вообще сделать в нынешних экономических условиях? Ну, конечно, это сложно сделать. Просто ведь у нас вот та промышленность, которая есть в Кирове, она делится. Да, вот есть те предприятия, которые работают на оборонный заказ. То есть на тот заказ, который формирует государство. И здесь, конечно, у чиновников какая-то возможность повлиять на ситуацию есть. Потому что когда заказ сформирован, можно там убеждать, что вот часть заказов надо отдать сюда, поддержать предприятие. И тут они могут, потому что это заказ, который формирует государство, и тут они могут влиять. Если предприятие работает на рынок, тут, конечно, гораздо сложнее. Вы выпускаете что-то, то, что продается на рынке. Как вы повлияете? Вы можете заставить покупателей покупать продукцию. Поэтому что может сделать чиновник? Они могут договориться, например, если это налоговая, реструктуризация налогов, чтобы счет был освобожден, чтобы можно было работать. Они могут попытаться договориться о том, чтобы был предоставлен кредит по сниженной процентной ставке, может быть, субсидия какая-то. Ну, то есть, если какие-то финансы запланированы в бюджете, то можно постараться их привлечь и тем самым оживить. То есть, это какая-то финансовая помощь, либо прямая с бюджета, либо с помощью каких-то влияния. Но самое главное, это есть или нет сбыт. То есть, если это оборонный заказ, там можно повлиять. Если, скажем, вот этот предприятие, насколько я понимаю, они выпускают для РЖД, чуть ли не единственный покупатель это РЖД, если им эта продукция не нужна, как им найти альтернативу? Тут возникает тогда резонный вопрос, а надо ли вообще сохранять, возможно, стоит перераспределить рабочих по другим направлениям? Да, ну, может быть, надо было искать какие-то другие рынки. Ну, понятно, что вопрос истории, заводы, всё это. Какие-то другие рынки искать, ну, как-то перепрофилировать. Ну, то есть, тут много вопросов, на которые, конечно, то есть, чиновники создают условия. Они не могут заниматься сбытом, там, продвижением впрямую, искать покупателей. Это всё-таки предприниматели. Предприниматели, да, это бизнес. Поэтому, значит, они могут, ну, вот если, например, монополия РЖД, они могут, там, значит, ну, объясняют тяжёлую ситуацию, например, если РЖД увеличивает вклад в государство, они увеличивают свою инвестиционную программу, и тогда они в эту программу могут заложить приобретение какой-то техники, и тогда это может помочь заводу. Вот таким каким-то путём они могут пойти, ну, в общем, насколько я знаю, что так с некоторыми предприятиями и таким образом не помогали. А могут ли вот в аналогичной ситуации кировскому машинзаводу 1 мая оказаться какие-то другие крупные предприятия в области, кто вот точно так же не имеет каких-то федеральных заказов? Точно в такой ситуации оказаться? Да. Ну, может, любой предприятие. Это рынок. Если вы не соответствуете требованиям рынка, то мы все можем оказаться завтра в этой ситуации. То есть, собственно, в этом, как бы, деятельность, там, собственника, предпринимателей, менеджмента и заключается, что ваши предприятия должны всё время выпускать конкурентную продукцию по конкурентным ценам, вы должны отслеживать тенденцию и понимать, куда он движется. Вот, поэтому, как только ты перестаёшь это делать, всё, ты точно в такой же ситуации окажешься мгновенно. Ну, вообще, по крайней мере, мне кажется, что довольно странно иметь только одно место, куда ты сбываешь всю свою продукцию. То есть, если это в случае с машинзаводом, это только РЖД, то есть, в принципе, у тебя вся жизнь завёрнута на одном предприятии. Да, это очень высокие риски, вот, и, насколько я знаю, предприятие искало какие-то варианты, да, может быть, не успело, или там что-то не получилось, сложно сейчас сказать, но когда у вас один покупатель, конечно, это очень большой риск. Тут просто мне даже интересно, наверное, с точки зрения, возможно, правительства не в плане какой-то финансовой поддержки, а всё равно есть же какой-то мониторинг, там, служба занятости мониторит все эти ситуации. То есть, если чиновники, весь этот аппарат видят, что кто-то работает исключительно на кого-то одного, то есть, наверное, стоит как-то скорректировать эту ситуацию? Нет, нет, нет. Ну, хотя бы на них можно сказать, ребят. Вы понимаете, это разные задачи, да, то есть, ну, они же не знают всех подробностей, да, может быть, ну, вот это как бы предприятие является собственностью того, и поэтому на него работают. То есть, тут очень много как бы нюансов каких-то существует, и это не задача государства, это именно задача собственника. Конечно, когда оказывается потом, что они что-то делают... А просто потом оказывается 300 человек безработных, и это уже превращается в задачу государства. Да, но, значит, мы когда выбирали рыночную экономику, мы, собственно, осознанно к этому шли, да, и это... Сами выбрали, что мы получаем. Да, то есть, вот если мы говорим, был социализм, да, и там эта ситуация невозможная. Есть предприятие, план, заказ, и всё, и все работают. Например, если у нас рынок, то мы сегодня работаем, завтра нет. То же самое и вот радио, да, вот, значит, сегодня работаем, завтра изменилась конъюнктура, ещё что-то, рекламодатели перетекли, до свидания, как бы, значит, если вы не делаете тот продукт, который интересен слушателям, то, значит, другое радио будет на ваших ломах. Хорошо, а как быть тогда с теми, кто сейчас работает на оборонку, на нашу? То есть, мы сейчас вкладываем много денег в оборонную промышленность, а если в один прекрасный день, ну, я, по крайней мере, надеюсь, что все политики договорятся, все военные действия, по крайней мере, в которых мы замешаны, закончатся, и у нас окажутся заводы, которые работали на оборонку, и они тоже будут без дел. Совершенно верно. И мы тогда, вот как с водителями, хотим решать проблему, куда нам девать тех людей, которые работали на войну. Потому что, конечно, ну, возьмём идеальную ситуацию, что вдруг все договорились, армия не нужна, ну, а военными что тогда делать? Тут, там, полтора миллиона человек, которые в армии, да? И всё, войны нет, значит, они не нужны. Значит, всё, ребята, спасибо, до свидания. И вот, а что с ними делать? Это, как бы, может вот всем угодно случиться. Прервёмся тогда на небольшую паузу, после продолжения. Для тех, кто только подключился, напоминаю, в эфире особое мнение. В студии Тарьи Пузлиева и мой гостью, директор Института бизнеса, исполнительный директор общественной организации Лига предпринимателей Кировской области, деловая авиатка Лев Шварцблат. Мы продолжим. Кировская область заняла четвёртое место по развитию народных промыслов. Это по стране. В регионе, по данным правительства, поддерживается и развивается более десяти видов различных народных промыслов. Тут и дымковская игрушка, кружевоплетение, изделия из капокорня и так далее, и так далее. Могут ли, на ваш взгляд, народные промыслы стать вообще экономически выгодны для региона? Как область может на этом заработать? То, что у нас поддерживают и сохраняются народные промыслы, конечно, это очень хорошо. И то, что Министерство предпринимательства такую программу разработало и уже много лет ее реализует, помогло нам сохранить очень много традиций, потому что уже и мастеров практически не оставалось. То есть это, конечно, очень правильное дело, потому что дом, его построили, он существует, а ремесло живет, пока есть люди, которые его помнят. То есть ушел последний мастер и все, изделия остались, а уже как бы возобновить очень сложно. Поэтому тут очень важно поддерживать именно тех людей, которые владеют этим ремеслом, которые могут его кому-то передать. И здесь, конечно, важен каждый человек. То есть если вот с точки зрения бюджета области смотреть на эту деятельность, она, конечно, долей процента. И она никогда большого вклада не принесет, потому что это не массовые, какие-то такие очень штучные изделия. Это очень важно с точки зрения нашей истории, потому что есть массовая застройка, есть какие-то старинные здания, музеи, значит, он, ну, там, много людей в нем не поселишь, да, но это очень важно для, там, исторического облика, для, там, исторической памяти, для того, чтобы люди помнили, значит, что было. Ту же самую роль играют перемесла. То есть они экономически, ну, как бы, завтра они исчезнут, никто не заметит. То есть это не то, что нужно ставить на поток. Да. Вот, если они завтра исчезнут, бюджет не заметит, уверяю вас. Вот, но мы заметим, как люди, что у нас уже что-то очень важно, и наша жизнь не исчезла. Поэтому с точки зрения именно традиции, вот, и они, конечно, помогают им, учат их продавать, и они лучше это делают, они больше продают. Ну, просто это вот, как бы, доли процента, очень важные человеческие, но, как бы, в экономическом смысле, мне кажется, не самое важное. Немного тогда о законодательных инициативах. На федеральном уровне появилась инициатива изменить механизм выплаты акцизов на алкогольную продукцию. То есть сейчас она выплачивается по месту производителя, а предлагают выплачивать по месту потребления. Выпуск алкоголя, ну, как это объясняют, выпуск алкоголя идет по стране неравномерно, а пьют более-менее везде одинаково. Вот Кировская область, между тем, по итогам 2015 года на первом месте в ПФО по продаже водки и на третьем по продаже пива на душу населения. Ну, и, конечно, регион у нас традиционно попадает в различные антирейтинги по поводу пьющих субъектов федерации. Вот для Кировской области такое нововведение вообще какую-то роль сыграет или мы даже не заметим? Потому что у нас и выпускают хорошо, и люди неплохо. Да, у нас и выпускают. Ну, вот смотрите, вот то, что мы там в рейтинге, значит, высоко, это говорит о том, что у нас достаточно много легальной продукции. То есть, уверяю вас, потребление в России практически везде одинаковое. Цифры разные, это означает, что соотношение легального и нелегального продукта разное. То есть, если мы возьмем уровень потребления, он примерно везде одинаковый. То есть, если вдруг оказывается, что там, условно, в соседнем Пеновском крае уровень потребления меньше, это означает, что уровень легального потребления меньше, а нелегального больше, чем у нас. То есть, везде есть соотношение, ну, какое-то, не знаю, у нас, например, 80 на 20. В СССР украину 60 на 40. То есть, везде 100% просто распределение между легальной и нелегальной торговлей разное. То есть, у нас, благодаря, я не знаю, там, каким, значит, почему так получилось, может быть, у нас и правительство какие-то там шаги предпринимало, еще какие-то, значит, меры. Но у нас, значит, вот эта доля легального алкоголя высокая. А мы же, когда статистику меряем, мы же только легальный берем алкоголь, как нелегальный померяешь, да? Конечно, да. Бабулька продает, сколько бабули, сколько они продали, никто не знает, да? Ладно бы бабулька целыми подпольными цехами. Подпольными цехами, как угодно, да, этого никто не знает, неизмеряемо. Вот, поэтому то, что у нас, ну, это хорошо, что у нас легальный алкоголь, по крайней мере, хотя бы там люди не отравятся, и, так сказать, вот этой продукции там каких-то смертельных исходов не будет. То есть, вот я не слышал, чтобы, например, люди отравились алкоголем, купленным в магазине, да? Вот все случаи, там, к сожалению, отравления, они, как правило, происходят, когда где-то, вот, непонятно, вместе купили. Вот, поэтому у нас, и, соответственно, раз у нас легальное потребление высокое, нам будет выгодно и плата акцизов. То есть, акциз ведь платится только с легальной продукцией, да, с нелегальной он не платится. Поэтому, ну, надо считать, там, что нам выгоднее, потому что, значит, там, два-три предприятия, которые платят акцизы, и, значит, все остальные, которые потребляют, да, надо посчитать, что больше, что выгоднее. Ну, то есть, можно сказать, что, ну, в принципе, эта предложенная схема, она достаточно справедлива. Она достаточно справедливая, да, потому что, ну, как бы, тут выпил, тут тебя и лечить, вот, значит, деньги в бюджет, Ну вот будет что там, на здравоохранение, на лекарства, на все остальное. Минфин готовится увеличить налог на добычу нефти, и сразу появились два лагеря. То есть те, кто уверен, что не надо пытаться выжать лишние деньги там, где их уже сейчас практически нет, и те, кто считает, что сверхдоходы нефтяной промышленности, они вынесут все. Получается ли вообще золотая дыра с помощью увеличения налоговой нагрузки исключительно на нефтяную отрасль? Или эти призестные налоги нужно размазывать по каким-то другим еще отраслям? Ну нет, кроме нефтяных размазывать уже некуда. Уже, собственно говоря, налоговая нагрузка достаточно высокая, на пределе, и повышать ее точно нельзя. Дай бог, чтобы работали и собрать то, что сейчас уже есть. То есть если там сильно надо, то лучше, конечно, с нефтяников. Но опять же, наша проблема не только дураки и дороги, структурные изменения в экономике, которые надо произвести, а второе, это то, чтобы у нас доходы не от продажи нефти были больше, чем доходы от продажи нефти. То есть в этом смысле, ну как бы, увеличение налогов плохо, потому что опять позволяет, ну вот, смотри, деньги нашли, давай, можно что-нибудь делать, подождать, опять, пока еще кушать станет. А вдруг станет лучше, ну и тогда можно опять ничего не делать. Сделаем и посмотрим. Да, поэтому лучше не увеличивать, лучше постараться так, чтобы вот другая часть экономики росла, и за счет этого платила больше налогов. То есть наше спасение в этом. То есть и вот это вот уменьшение цены, на мой взгляд, это не кризис, который вот пройдет, это опять же свидетельство о том, что мы переходим в другую экономическую реальность. И в этой экономической реальности нефть уже не играет той роли, которую играла раньше. Она уже в этих объемах не нужна и никогда не будет нужна. И чем быстрее мы перейдем на другую экономику, тем лучше для всех нас. То есть вот того мира, где была дорогая нефть, у нас ее было много, его нет, не будет никогда, и надо про него забыть. И чем быстрее, тем лучше. И успеем, наверное, обсудить. Сегодня у администрации прошел пикет в защиту исторического центра. Людей пришло не так много. Звучали разные лозунги, ну в основном против высотной застройки в исторической части города. Вот недавно, наверное, слышали о том, как Ирина Рубцова, начальник управления градостроительства и архитектуры, заявила о том, что новые поправки в законодательство, которые касаются как раз высоты зданий в историческом поселении, они приведут к тому, что центр города начнет ветшать, так как нет инвесторов. Вот на ваш взгляд, с точки зрения человека, который работает с предпринимателем, предпринимателя, исторический центр насколько вообще выгоден действительно для того, чтобы строить там что-то малоэтажное и пытаться с этого получить деньги? Ну вот если мы посмотрим, у нас как раз цены города очень выгодно отличаются тем, что в основном малоэтажная застройка, вот эти дома индивидуальной планировки, там двух, трех, четырехэтажные, это замечательно. Никаких проблем с желающими построить нету. Там земельных участков уже в центре нету. Я так понимаю, желающие строиться, они желают строиться вверх? Ну, нет, на самом деле нет. Значит, можно строить и низкоэтажные дома, да, они будут дороже. Но покупатель найдется? Покупатель найдется, и причем тут продать проще, то есть вот дома малоэтажной застройки в центре города даже сейчас продать проще, чем, ну, как бы высокие дома где-то, значит, вот там. То есть я однозначно за исторический центр должен оставаться таким, какой он есть сейчас. А если говорить не о жилищном строительстве, а о каких-то других, то есть вот я знаю, вот в Европе очень распространено, когда какие-то исторические здания отдают бизнесменам, простите, то есть они их приводят в порядок и уже действуют там по-своему, сдают в аренду, ну, соответственно, с какими-то оговорками. То есть в Кирове и Южене нельзя в нас прости. Там, значит, исторические здания, их там уже разные ведомства заняли, да, правоохранительные. Ну, те, которые, на самом деле, ведомства заняли, слава богу, то есть они хотя бы в порядке. А которые остались, вот эти деревянные бараки, ну, я не думаю, что их надо сохранять. То есть их хорошо бы как можно быстрее разрушить, потому что, ну, они никакой исторической ценности не представляют. Жилищные условия там невыносимы, и, ну, как бы, ценности нет. Чем быстрее мы вот от этого уйдем, тем лучше. А вот те дома там деревянные, которые представляют ценность музея, вот наших там художников, значит, писателей, которые были, они есть, они сохраняются, в общем, не такая-то и большая, мне кажется, обуза для бюджета. Вот, а все остальное, ну, надо точечно, конечно, по каждому зданию решать. Для таких зданий исторических, которые бы сейчас бесхозные были или ветшали, вот что-то в центре города не очень припоминаю. Ну, не то, чтобы бесхозные, но вот, например, в ужасном состоянии, на мой взгляд, дом купца от Перминова, то есть он же совсем плохо выглядит. Да, ну, вот надо точечно по каждому зданию разбираться, можно его как-то использовать или нельзя, да, там, жилой это дом или какой-то, то есть вот точно по каждому зданию, мне кажется, да, потому что, ну, вот у нас и там и центр такой большой, и зданий не так много, то есть лучше каждому зданию подойти индивидуально и подумать про него, чем, то есть тут невозможно какое-то, знаете, общее решение сказать, давайте мы так будем поступать. Ну, то есть залог успеха индивидуальной работы в каждом. Да, вот то, что касается центра города, да. Ну, на этом заканчиваем. Это было особое мнение. В студии работала Дарья Топузлеева. У меня в гостях сегодня был директор Института бизнеса, исполнительный директор общественной организации Лига предпринимателей Кировской области, деловая вятка Лев Шварцглад. До встречи. До свидания.